Это не книжный завтрак, но всё равно мы говорим вам с кружечкой кофе... Доброе утро, ребятушки! У нас сегодня видео как раз из тех, которые... Расслабляющее! Ни о чём! Я люблю, да. Ни о чём и обо всём. Мы сегодня с вами поделимся планами на июнь. Особенно здесь отличилась Света, потому что, мне кажется, Свете нужно два июня. Дайте мне медаль только уже за планы. При этом... Не за их выполнение. Помимо этих планов, Света ещё что хочет массово читать? Фэнтези продолжать читать, конечно же. Я и Света покажем вам совершенно крутые покупки. Конечно, моя гораздо круче и более долгожданная. Я пять месяцев терпела и собирала на неё деньги. Но она не книжная. Она не книжная. Ещё мы вам расскажем, какие сериалы мы недавно посмотрели, которые нам очень понравились. Мы выползли, понимаете? Мы заставили себя выползти из мира сверхъестественного и посмотрели кое-что другое. Сверхъестественное мы смотрим. На данный момент мы уже перешагнули за вторую половину шестого сезона. И ещё, ещё. Мы поделимся двумя настолками, в которые мы сейчас чаще всего играем. У нас... Ты свалила такой крепкий вкусный кофе. Да, Катя, я уже оценила. Я не могу крепкий кофе пить, и у меня начинается это... Кстати, можно я... После крепкого кофе у меня начинается дискотека внутри организма. Давайте начнём с планов, что вас ждёт в июне на нашем канале. Мы хотели немножечко поделиться. Ну, план у нас на июнь, как всегда, уже полностью составлен. Да, мы некоторые только осветим. Первое, что обязательно будет, ребята, это читательский дневник по сумеркам. 99,9% голосовавших делать мне читательский по сумеркам или нет, проголосовали, конечно, за. Я думаю, проголосовали те люди, которые знают, что я... Понравится мне этот цикл, да, не понравится, но я смогу рассказать про это всё весело, и получится очень хорошее, расслабляющее, развлекательное видео. Я скажу сразу, я там буду приглашённым гостем, потому что я хочу со Светой пересмотреть фильмы. Второе видео, которое обязательно будет в июне. Название пока мы ещё и не придумали, да, но мы читаем книги по советам зрителей. Мы проводили опрос, выбрали 7 самых популярных вариантов. Четыре книги к нам уже приехали, две ещё едут, и одну надо дозаказать. Без бойлера, ребят, четыре приехали. Кстати, кто-то может поугадывать, что там. Мы пока с Катей не определились с форматом. Это зависит от вас. Мы думаем, то ли нам сделать марафон, да, один день, одно видео, получится их 7 штук, в каждом мы будем обсуждать одну книгу, которую нам посоветовали, либо нам сделать одно видео сразу обо всём. Нам и та идея нравится, и та нравится. В общем, решать вам. Ну, кстати, если вы выберете марафон, то на той неделе, на которой будет марафон, не будет завтрака. Мы в воскресенье будем, наверное, просто есть и обсуждать финальную книжку. Это будет книжный-прикнижный завтрак. И поскольку Света решила писать читательский на Сумерке, я думаю, может и мне записать читательский. Тем более я уже могу выходить на улицу и могу снять это видео не из пяти углов, вот, в разных помещениях. Вот я вам показала, понимаете? Да, действительно, читательский на самоизоляции это действительно выглядит так. Это грустно. Я села в одном углу квартиры, потом на два метра отодвинулась в другом углу квартиры. Нет, я могу ещё снимать. Смотрите, это моя рукола, это моя петрушка, это мой салат. Это то, что у меня сейчас на данный момент растёт. Причём салат я уже принесла к Свете, подставила. Сказала ей, на, это тебе зелень. Мою комнату, да, озеленила. Озеленила. Я не могу только придумать, на что мне снимать дневник. Потому что, ну, у меня в основном такие книги, которые... Ну, мало кому интересно. Да, и обсудить как-то там нечего. Единственное, что я думаю, вот скажите, будет ли вам интересно, ну, что в Корее это был бестселлер. Вот та самая «Госпожа траляля», рождённая в 82-м году. Я напишу название. Подожди, подожди. Ну, она очень тоненькая, я это помню. Тоненькая, но там есть ещё фильм. Читательский дневник у тебя получится, ты читаешь книгу за 15 минут или что? Ну, почему, за час-полтора? Тогда ты точно, смысл тебе выходить из дома с этой книгой, выгулить её. А может быть, я как раз вот возьму её и первую там начну читать её в транспорте, потом куплю кофе, сяду на лавку, почитаю. Да, я считаю, что тебе в противовес тому, что я читаю «Сумерки», надо читать что-то серьёзное. Чтобы выглядело вот как положено выглядеть. Светлана Валерьевна и Екатерина Евгеньевна. Мне надо подумать, а вдруг у меня есть что-то из книг серьёзное? Ну, ладно. Да у тебя одно только серьёзное – искусство. Нет, про искусство я не буду снимать читательский. И вот, вот, раз Света сказала про искусство, на этой неделе вышла наконец-то моя подборка, я хотела вам сказать огромное спасибо для этого видео, там очень много комментариев. И мне бы очень хотелось, чтобы вы всегда на такие видео писали комментарии. Если вам не сложно, конечно. На самом деле, мне всегда очень обидно вот за Катяны подборки по искусству, за те видео. Нет, гораздо обиднее мне за кино, там даже десяти тысячи. Но мне обидно не за то, что у них мало просмотров, а мне бывает обидно, когда, знаете, люди, они смотрят с интересом, но они не оставляют комментарии. И иногда кажется, что ты вещаешь в пустоту. Сняла видео, да, Катя, про искусство, да, подборку. Там семь-восемь тысяч просмотров, например, и двенадцать комментариев. И кажется, что ты просто делаешь никому ненужное дело. Реально огромное спасибо всем, кто там оставил комментарии, потому что Катя, она просто цвела и пахла, как букет сирени, что ей пишет. Батюшки! Спасибо. Ну давайте уже переходить к книжным планам. Я, кстати, в июне особо планов не строю, тем более вот как минимум семь книг мне придется прочитать. Ну и одну на совместных чтениях. Как вы знаете, я человек, который вообще не умеет читать по книжным планам. Обычно, когда я себе даю такое четкое указание, да, что в этом месяце я должна прочитать то-то и то-то, то у меня ничего не получается. Но очень странная вещь. Где-то в конце марта я себя поймала на том, что сейчас наступил такой период, когда мне легче, гораздо легче читать именно по планам. Когда я заканчиваю одну книгу, у меня начинается такое странное состояние брожения. Ну не могу сказать, да, как обезьяна, начинаю хватать вот как все подряд. Стрекоза! Я и там и красивая, и умная, и у меня полный шкаф одежды, но надеть нечего. Вот это из этого разряда. Я смотрю на свои книжные полки, и мне хочется вот просто схватить либо сразу все, либо мне ничего не нравится, и у меня читать нечего. Я очень много времени трачу именно на процесс выбора следующей книги. Но из-за того, что я обычно читаю там сразу книг 5-6, вот параллельно у меня в чтении, начитанного всегда много. Но вот когда книга заканчивается, и мне надо взять что-то еще, у меня сразу все. О боже, книг нет, надо что-то купить, или наоборот, о боже, столько интересного, надо читать все сразу. И вот именно в конце марта я поняла, что сейчас, когда я себе даю в начале месяца, четкую установку, что я хочу прочитать вот эту стопочку, я не трачу время на это брожение. И поэтому я решила, что пока буду придерживаться именно планов, я буду себе на месяц заранее готовить книжечки. В мае потрясающе, да, еще идет, но уже заканчивается, фэнтези-забег, который мне очень понравился, и вообще я бы делала себе не только месяц фэнтези, я бы пятилетка фэнтези, о, как звучит. Я еще сначала, да нет, даже в конце следующего, прошлого следующего, прошлого года в конце я, поняла, что меня тянет на семейные истории, я их очень люблю, когда там сложные отношения, куча всяких проблем, да, вот эти семейные саги, не одно поколение. Я, наконец, в июне решила, что все, вот я выбрала себе книжечки, это стопочка, я буду себя баловать семейными историями, буду переживать за героев, нервничать, половину ненавидеть, половину мне будет хотеться по щекам вот похлистать. Я надеюсь, что эти книги вызовут во мне такие чувства. Я июнь проведу именно с семейными историями. Я себе запланировала семь книг. Сейчас я, когда на них смотрю и вспоминаю, сколько времени на чтение мне удалось выкроить в мае, мне кажется, что мои планы, они совершенно нереальные. Но с другой стороны, когда я смотрю на количество прочитанных страниц в мае и сравниваю с этими, мне кажется, у меня все получится. Так что давайте посмотрим, что я себе выбрала. Первое. Эта книга, вот у нее совершенно потрясающая обложка. Я вообще любитель минималистичных обложек. А вот эта, да, она с одной стороны в стиле минимализма, но с другой стороны вот эти вот цветы, мне кажется, это хлопок. И когда на нее смотрю, у меня прям кажется, что эта книга должна быть совершенно прекрасной. Это Алекс Хейли, Корни. Здесь у нас рассказывается история семьи на протяжении шести поколений. Причем это история семьи самого автора. Я вообще человек крайне любопытный. У меня бывает иногда такое, что я беру в руки книгу, вот когда она мне только, да, пришла, покупки я сделала, я ее беру в руки и зачем-то смотрю в конец. Я не знаю, зачем я это делаю, но такое бывает. Здесь у нас в конце послесловие автора, из которого я как раз узнала, что за основу взята его собственная семья, да, и что он очень много лет потратил на написание этой книги, много путешествовал, в том числе в Африку, чтобы узнать и вот о своих предках, очень много, в общем, работы проделал, и мне интересно, что из этого вышло. Начинается этот роман в 18 веке, когда предка нашего автора похищают и, собственно, привозят в Америку, понятно для чего. Так что я думаю, что история эта будет достаточно трагична. Следующая книга. Вообще в этом году у меня есть в планах познакомиться, наконец-то, с творчеством ружди. Но, если говорить, что я запланировала для знакомства на этот год, то это «Дети полуночи», конечно, я их отложила. Но, знаете, когда я вот готовила себе книжечки для июня, я поняла, что я хочу читать «Золотой дом» сначала. В общем, да, действительно, я обезьяна. Мне надо и пятое, и десятое. В этом романе мы будем наблюдать за жизнью семьи глазами соседа, который хочет стать кинорежиссером. А семья состоит из отца и трех сыновей. Вообще, я подозреваю, что с ружди у меня достаточно сложно будут складываться отношения, потому что, не знаю, вот восточная тема, она никогда не была мне близка. У меня есть исключение, которое я вам сейчас вот прям покажу, да, это Памук, горячо мною любимый автор. Я себе, когда только начала ознакомиться с его творчеством, обещала, что я в год буду читать по одной его книге. Это его дебютный роман, это история семьи. Я не знаю, как у Памука получилось меня настолько заинтересовать Турцией. Ни в каком сне я не могла представить, что, например, Стамбул будет мне интересен. Но он о нем так пишет, что вот просто хочется сразу гулять по этим улицам, да, заходить в эти кафешки, пробовать все эти сладости, смотреть на людей, наслаждаться вот архитектурой. У него совершенно какой-то магический, притягательный для меня Стамбул получается. Семейная сага от Памука. Посмотрим, что получится. Света, можно вопрос, ты хочешь в Стамбуле побывать? Да. Но не в этом году. Не в этом году явно, но вообще я, у меня есть такое в планах, потому что реально он меня настолько, мне кажется, я приеду в Стамбул, и если я не увижу его глазами Памука, это будет горькое разочарование. У меня мама, кстати, вот очень любит Турция, да, великолепный век и все такое. Ну вот мама Турция, Индия, я так и представляю, как она танцует в Саре по Стамбулу. Я не знаю, как произошла в моей голове эта компиляция, но тем не менее. Так. Кто смотрит наш канал, хотя бы с прошлого года уже видел, что в планах на прошлое лето я показывала, что я наконец-то хочу, блин, перечитать Север и Юг. Этот цикл, этот трехтомник, я не нашла в прошлом году на него времени, но в этот раз решила, что все, Светлана Валерьевна, хватит, давай не откладывай, потому что я очень хочу пересмотреть сериал, но я не хочу пересматривать сериал, не перечитав перед этим книгу. Книгу, кстати, я в свое время читала в фанатском переводе, и он был очень крутой и классный. Посмотрим, как будет в официальном. Это история двух семей Север и Юг Америки «Унесенные ветром». У меня сразу вспоминаются в связи с этой книгой я обожаю «Унесенные ветром», как книгу, так и фильм, и по поводу «Унесенных ветров» у нас с Катей всегда... Ветром. Ветром, да. Спасибо, Екатерина Евгеньевна. У нас с Катей всегда споры, потому что я обожаю, ей не нравится. Ну, фу, Кать. Вот так, видите, мимоходом еще Евгеньевна оскорбила. Это, ну, можно назвать новинка, которая немножко у меня залежалась, потому что книга вышла достаточно недавно, и очень меня заинтересовала аннотацией. Это Эндрю Риткер «Альтруисты». Здесь у нас рассказывается о семье. В основном действие будет крутиться вокруг отца и детей. Насколько я поняла из аннотации, родители давно были в разводе, и мать после смерти оставляет детям неплохие такие денежки. А у папы проблемы. Ему надо сохранить свой дом, а денежек нет, а у детей есть, поэтому он решает, что он пригласит детей к себе на каникулы, и таким образом, да, как-то попробует выпросить у них немного деньжат для того, чтобы все у него было хорошо. И да, эта книга из всех мною запланированных самая тоненькая. Мне кажется, я с нее и начну. Знаете, чтобы так стартануть хорошо, а не застрять, например, на севере и юге и не читать его две недели. Хотя, мне кажется, такого не будет. И последняя книга из семейных историй это «Франзен», это «Свобода», мне очень понравились его поправки, вообще все хочу романы у него прочитать, но, блин, мне так обидно, когда у хороших авторов так мало романов. Вот, блин, там три-четыре, и ты смотришь на них и думаешь, ну вот я сейчас все прочитаю, а потом что мне делать? Но, с другой стороны, мне очень нравится, что у них так мало романов, потому что каждый роман это вот прям буря эмоций. Но, естественно, это касается только тех авторов, которые хорошо пишут. «Франзен» к ним как раз относятся. Если вы помните, а если не помните, то я вам напомню, у нас было видео «Не читаю берегу», где мы рассказывали про книги, которые мы специально откладываем, да, вот мы знаем, что эти книги нам понравятся, или там любимый автор, и у него там одна непрочитанная книга осталась, да, и мы их откладываем и тянем, вот предвкушаем встречу с ними. Я решила, что в этом году пришло время Тома Вулфа и его «Шарлотты Симмонс». Я читала у него «Костры амбиции», мне очень понравилось. И вот эта книга, блин, я даже не знаю, сколько лет, она у меня вот именно, да, вот в таком состоянии, я обязательно, обязательно к тебе обращусь, но нет, только не сейчас. Я, в принципе, когда вот мои руки к ней тянулись, их отдергивала, чтобы ее не взять и не прочитать. Потому что мне кажется, что с этой книгой у нас будет прям все настолько хорошо, настолько замечательно. Разочаровашка будет, да, если это будет не так. Здесь у нас рассказывается о девушке, которая поступает в университет, умненькая Шарлотта Симмонс, и там она встречает всяких богатеньких студентов, да, и, в общем, начинает бурлить у нее студенческая жизнь. Том Вулф очень хорошо пишет, и я нисколько не боюсь объема, почему-то, вот, кстати, пухлячок, мы с Катей вот прям недавно очень сильно удивлялись, потому что стали приходить комментарии, прям вот в большом количестве, да, снимите видео о своих самых толстых книгах. Мы думаем, что такое, зачем, кому интересно, а потом уже поняли, что, оказывается, это сейчас по Буктьюбу гуляет такой флешмоб, что, типа, рассказываем про самые толстые книги в своей библиотеке. Я не знаю, есть ли смысл рассказывать, что я там могу рассказать, что, посмотрите, у меня есть книга, в которой 1200 страниц, я ее не читала, это я сейчас вспоминаю про истории страны Рембрандта, не знаю, пока в наших планах такого видео нет. Шарлотта Симмонс, наконец-то я буду с ней знакомиться, но я думаю, что я чтение этой книги растяну на весь месяц, именно для того, чтобы полностью насладиться тем, как Том Вулф пишет, а мне очень нравится его язык, его стиль изложения, вот его темп речи, ритм, прям вот вообще, я когда Костры Амбиции читала, я прям балдела вот конкретно от того, как у нас с ним, да, вот мы попадаем с ним в единый ритм текста, это было очень здорово. Как мы и сказали в начале видео, нам удалось со Светой оторваться от бесконечного просмотра СПН, и в мае месяце мы посмотрели три сериала, о которых очень хочется рассказать. Знакомство с байками из петли началось довольно-таки интересно, потому что, изначально Света купила вот эту книжку, вы ее увидите только на следующей неделе в покупках. Автор, сценарист байк из петли рассказывает про 50-е годы, про небольшой городок, где строят научную лабораторию. Городок в книге находится на родине авторов, Швеции, а вот в сериале все действие происходит уже в маленьком городке в Америке. Но то, что автор скандинав, это очень чувствуется буквально с первых кадров. И по атмосфере байки из петли напоминают сериал «Тьма» по цветокоррекции, по неторопливости повествования, и даже потому, что там происходит. Голливуд я ждала с тех пор, как только его объявили. Вообще, каждый проект Райана Мерфи вызывает у меня массу интересов. Я бы сказала, что Голливуд очень похож на его вражду, похож на политика именно по лощенности, выстроенности кадра. И мне было обидно, когда Голливуд только вышел, сколько на него вылилось негатива опять за то, что, боже, слишком много толерантности. Хотя само это предложение на самом деле совершенно абсурдно. Райан Мерфи в принципе снимает о том, что его интересует. Во-первых, он очень любит старый Голливуд, он очень любит именно гламурную историю. Он снял позу, да, о своей молодости. Голливуд это история из раздела того, а что было бы, если бы. Действие все происходит в золотой век Голливуда в 47-м году. В Голливуде, как и в любом проекте Райана Мерфи, совершенно идеальный актерский состав. Из новых актеров, которых он берет впервые, мне очень нравится, что он обратил внимание на Самару Уивинг. У нее было два громких проекта, это «Я иду искать» и «Пушки Акимба». Везде она разная. У нее очень интересная внешность. Конечно, ее иногда сравнивают с Марго Робби, но в Самаре Уивинг есть что-то, я бы сказала, даже инопланетное. Говоря про Голливуд, нельзя не сказать про потрясающую роль Джима Парсон со всеми известного Шелдона из «Теории Большого Взрыва». Он здесь играет просто мразь. Каждый кадр с ним – это шедевр. Я очень рада, что Райан Мерфи взял его в этот сериал и показал нам актера с другой стороны. Кстати, сейчас я пересматриваю «Теорию Большого Взрыва». Я смотрела 10 сезонов из 12, и сейчас уже смотрю 11, и мне совершенно не нравится, во что вылился гиковский сериал. Теперь это обычный, вот это семейный ситкомчик. И вообще, «Теорию» я смотрю исключительно из-за Шелдона, но думаю, как и многие. Последний сериал, который меня совершенно поразил в мае. Я обожаю, вот просто обожаю «Рика и Морти». Я не знаю, сколько раз я его пересматривала, сколько раз я читала комиксы, и «Рика и Морти» это один из тех сериалов, которого мне всегда мало. Мне все время кажется, что вот каждую серию я жду, 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 бац, сезон закончился. И вот в мае вышел практически подарок от одного из авторов «Рика и Морти», от Джастина Ройланда. Кстати, он озвучивает Рика, и здесь он развучивает одного из главных героев Корва «Солнечные противоположности». Рассказывает нам про выдающуюся расу, которой пришлось бежать с родной планеты после того, как в нее врезался астероид. Им нужно было найти незаселенные планеты, но наша небольшая ячейка общества, которую я могу назвать семьей, совершенно случайно попала на густонаселенную Землю. И вот теперь им приходится как-то уживаться с соседями, дети ходят в школу. И на фоне этой истории разворачивается вторая история, настоящая антиутопия с драмами, которая происходит в стене, поскольку один из детей уменьшает людей, которые его бесят, и отправляет их жить в такие небольшие ячеечки в стене. И вот в этой стене сформировывается общество людей. И вот эта отдельная история очень здорово оттеняет основное действие в сериале. Здесь также все шутки за гранью, как в реке и морде. Я в «Солнечные противоположности» влюбилась, хотя мне их тоже мало, поскольку они выходят на том сервисе, когда сразу выпускают все 10 серий. И мы их со Светой посмотрели буквально за пару дней. И теперь я жду просто перевод Саиндука, чтобы их еще раз пересмотреть. И во мне теплится такая маленькая, маленькая надежда на то, что когда-нибудь мы увидим кроссовер между Риком и Морти и «Солнечными противоположностями». «Солнечные противоположности». Я не могу отнести себя к людям-коллекционерам. Мне кажется, у меня... Сказал человек с 10 куклами. Ну вот я только хотела об этом сказать, Катя. Мне кажется, у меня никогда не было такого, что я, например, собираю издание конкретно одного романа. Катя собирает «Алису в стране чудес», у нее очень много, и я всегда ей в этом плане немножко завидовала. Мне всегда самой хотелось начать такую книжную коллекцию, но что-то меня сдерживало. В основном намерное меня сдерживает то, что, знаете, когда я начинаю, вот загораюсь какой-то идеей, мне чего-то хочется, да, там вот коллекционировать, я начинаю просто вот бешено вливать в это коллекционирование много денег сразу. То есть у меня есть такое состояние, что я не могу там постепенно, да, вот одно, второе, мне надо сразу все. Но я... Ты повзрослела. Да, я стала взрослой наконец-то. И я поняла, вот когда мы снимали мой книжный стеллаж, меня осенила мысль, что я хочу себе сменить издание «Властелина колец», купить какое-то новенькое. Естественно, я когда полезла смотреть, все, что мне понравилось, уже давно пропало из продажи, поэтому я с рук купила. Это «Толкин». Ну, естественно, «Властелин колец» не может быть кем-то другим. Это первый томик, это издание 2015 года. Сейчас есть издание с подобной обложкой, но оно гораздо хуже качеством. Это увеличенного формата. У него, видите, вот эта зеркальная, мелованная бумага с иллюстрациями Алана Ли. И когда я эту книгу получила в руки, я поняла, вот оно. Вот оно. Те самые книги, они, которые я хотела бы на своих полках в разных изданиях красивых. Причем когда-то у меня даже список был тех изданий «Властелина колец», которые я хотела бы иметь в своей библиотеке. Естественно, что эти издания, ну блин, это был там 2002 год, да, 2007. Причем я поняла, что я хочу эту историю на разных языках. Вот у меня загорелось, понимаете, я не знаю, насколько меня хватит, но с недавних пор у меня прям руки трясутся, как мне хочется. Я сейчас смотрю еще на одну книгу. Мне единственное, что смущает в издании, она на русском языке, там иллюстрации вот этого, который Ведьмака иллюстрировал. Но мне очень нравится, как выглядит сам Томик. Вот когда откроются книжные магазины, я пойду посмотрю на качество издания, полистаю, да, странички, уже решу, покупать мне его или нет. Но мне очень нравится вот это, это прям вообще. Я обожаю, когда книга, вот ты ее держишь, да, она вот такая тяжеленькая, и ты чувствуешь, что здесь вот он, да, вот он, мысли, эмоции, путешествия. Не знаю, почему-то обожаю чувствовать тяжесть книги в руке. И не очень люблю, когда, знаете, книга объемная, вот так, вот такенная, вот у корпуса так часто бывает, а ты ее берешь в руки, ты в руках ничего не держишь. И еще одна коллекция, которая открывается у меня в мае, я все-таки, я долго над этим думала, вот долго. При этом пик увлечения фанка у меня прошел году так в 2015-м. Тогда их было не достать. Блин, чтобы достать тогда фанка, надо было вот прям чуть ли из шкуры вон не вылезти, и я свою единственную, которая у меня есть, совершенно прекрасная героиня, и я думаю, что мы с ней, это прям отражение друг друга. Это принцесса Пупырка из «Времени приключений». Вот ее я привозила в 2014-м году из Бангкока. Когда мы там с Катей попали в магазин фанка, я думала, у нас случится истерика, потому что все эти шикарные коробочки, и это было что-то и с чем-то. Сейчас фанка буквально на каждом углу, да, только руку протяни. Короче, я думала, надо мне или нет, но, конечно же, решила, что надо. Ну, боже, себя побаловать всегда надо. Я решила, что я из фанка буду собирать писателей, вот это мой первый писатель. Неудивительно, да, что это Стивен Кинг. И я хочу собрать героев моей геройской академии «Властелина колец» и «Звездных войн». Ну, «Звездные войны» будут не все, а очень и очень выборочно, только те, которых я вот прям очень сильно люблю. Писателей тоже буду собирать не всех, а только тех, которые мне интересны. Мне очень нравится фигурка Эдгара Алана По. Ну, что-то я подумала, посмотрела на нее. Нет, лучше я себе куплю еще одного вот Кинга Кровавенького и очень надеюсь, что выпустят Брэндона Сандерсона. В общем, в мае, ребят, я открыла себе еще два пункта, куда я могу сливать свой бюджет. Я, кстати, его уже открывала, щупала, так что это не первое наше с ним знакомство. Блин, мне очень нравятся у него очки. Это прям вообще. Теперь вместо фотографии на полочке с книгами Стивена Кинга у меня будет стоять его фигурка. Фотографию я спрячу куда-нибудь. В начале видео мы вам обещали крутую, долгожданную покупку. Я собирала на нее денежки по чуть-чуть с января, чтобы как-то ощутимо они меня по бюджету не ударили. И в этой покупке надо винить Светлану Валерьевну. И она знала, что когда она мне покажет ее, я не сдержусь и скажу, мне надо. Света мне показала куколок Пулип. Это куклы из Японии. Они ужасно красивые. Там есть потрясающие совершенно стимпанковские куклы, но к 20-летию моего любимого аниме-сериала, наверное, это один из самых-самых, да не, наверное, он первой пятерки любимых, к 20-летию выпускали двух главных героинь. Одну из них я очень люблю. Она пришла ко мне вот в такой жуткой коробке, потому что, ну, это японцы. Японцы любят жуткие коробки. Вообще, у них все время, у них даже косметика мне показала и спросила, тебе надо? Конечно, мне надо. Это у Тэна Тэнджи из юной революционерки Утэны. Я обожаю этот сериал. Я знала, какого она размера, но вот она вчера буквально пришла ко мне. Меня все равно приятно удивило то, какая она. Я поняла, что химимию я в итоге тоже возьму, хоть я ее ужасно не люблю, но придется брать. Я решила ее хранить в коробке. Тут опасность идет из-за котов и что на нее просто сядет пыль. А мне ее ужасно жалко. Тем более, вчера мы, когда ее получили, я терла ее лицо гидрофильным маслом, что у нее была такая легкая помарка. Я уже была в шоке, говорила, все, придется писать и отменять заказ. Но нет, все в порядке, я ее отмыла. Может быть, это странно на книжном канале видеть такое видео, хотя, возможно, у Тэну когда-нибудь переведут и она выйдет у нас на русском. Но мне очень хотелось поделиться этой радостью. Вообще, изначально в покупке кукол виновата Юля Книжность. Юля, я знаю, что ты это смотришь и ты нас в январе просто поразила в самое сердце и мы поняли, что да, надо. И, возможно, через пять лет вы увидите на этом канале БЖД. Мы чуть с Катей не забыли, что обещали еще про две самоиграемые сейчас на столке рассказать. В общем, так как времени особо нет, на что-то масштабное, мы играем в коротенькие. Обязательно у нас каждый вечер заканчивается двумя партиями Алисы и Безумного Чаепития и хотя бы три партии Зомби в доме. Это совершенно развлекательная игра. Здесь нужно выйти из дома и добраться до грузовичка, чтобы смыться от зомби. Но перед этим надо найти ключи от машины. И бензин. Кстати, мне так понравилась как-то была игра, когда я все нашла и выполнила всю работу. Мне кажется, мне очень хорошо играть с детьми, потому что очень простые правила. Поле, на котором ты расставляешь рандомно фишечки, ты не видишь, что на них изображено, и когда твой герой доходит до этой фишечки, ты просто ее переворачиваешь и узнаешь. Либо ты нашел какой-то последний полезный предмет, последний в жизни, да, в игре с зомби это актуально. Полезный предмет, либо ты встречаешь зомби, с которым тебе надо биться. Сразиться. Мне кажется, эта игра отлично зайдет в компании вот из четырех человек. Да, мне тоже так кажется, потому что, когда вас двое, передвижения по полю получаются, знаете, такие, ну, слишком долго вы добираетесь до машины. Самое забавное была партия, когда нужный предмет мы нашли последним. Вот, то есть, представьте, мы открыли все уже эти фишечки, и он был самый последний. И мы, как две черепахи, передвигались по этому полю, чтобы дойти до последней неоткрытой фишечки. И у нас с Катей даже было соревнование, кто из нас быстрее дойдет. И пару слов про Алису и Безумное Чайпите. Это настоящая литературная игра. Здесь нужно вернуть в главы сбежавших героев. И у разных героев разные еще есть суперспособности. Сама игра состоит из трех колод. Это главные персонажи, у которых как раз-таки есть всякие суперспособности. Это колода второстепенных персонажей. Это те самые герои, которые сбежали из книг, и их надо вернуть на место. И колода глав книги. То есть, на каждой карте там показано, какие герои с этой страницы сбежали, кого вам надо собрать, чтобы их туда вернуть. При этом сама игра получается очень динамичная и недолгая. Вот сейчас для меня это огромный плюс, что партия должна длиться недолго. Так, ребята, давайте, наверное, на этом уже закругляться. Мы много вам всего всякого разного рассказали. Обязательно... Кстати, скажите, как вам такое видео? Может быть, мы будем иногда снимать, вот знаете, болтологические... Компилировать. У меня сегодня слово паразит. Компиляция. Я не знаю, откуда оно взялось. Теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, будьте куколками. Субтитры создавал DimaTorzok